Расщепления не будет. Давайте посмотрим задачу. У Пети и Саши глаза карие, а у их сестры Маши глаза голубые. Давайте запишем. Ребят, эффективно будет очень, если вы делаете задачу быстрее меня. И просто сравниваем и обсуждаем задачу. Родители, мужчина, скрещивание, женщина, гометы, F1. Ребятки, значит, еще раз. Сначала, прежде чем решать любую задачу, вы записываете вот это. То есть это как? Это значки. Обязательно. Дальше мы записываем фенотипы. Посмотрите, я не тороплюсь писать генотипы. Когда задача будет сложной, это вам очень сильно поможет. Записываем фенотипы. Какие фенотипы? Нам говорят, что здесь три ребенка. Петя, Саша. Петя, Саша это, скорее всего, мальчики, судя по... Саша, конечно, может быть девочкой, но здесь в данном контексте, скорее всего, это мальчик. И одна девочка, Маша. Значит, карие. Карие. И голубые. Ребятки, обязательно, вот когда мы скрещиваем, ну, говорится в задаче о людях, в F1, в F2, вы должны обязательно ставить точку с запятой. Почему? Потому что вы точкой с запятой показываете, что эти организмы уже скрещиваться друг с другом не могут и не будут. Говорят, что мама этих детей голубоглазая. Мама детей голубоглазая. Хотя ее родители имели карие глаза. Какой признак доминирует, какой цвет глаз у папы. Ребят, третье, что мы делаем, это выставляем генотипы рецессивных гомозигот. Рецессивные гомозиготы будут у нас голубые. Почему? Потому что темный цвет глаз или карий цвет глаз – это доминантный признак, а маленькая – это голубой цвет глаз. Это рецессивный признак. Это надо запомнить. Значит, рецессивными гомозиготами будут мама детей и девочка. Посмотрите, ребят, еще раз. Третье, что мы делаем, это мы записываем генотипы рецессивных гомозигот. Далее. Поскольку оба мальчика кориглазые, мы можем выставить по одной доминантной аллели каждому. Вот эта черточка называется радикал. Мы ее ставим, когда мы еще пока не решили, что сюда будем ставить. Ребят, далее. Вот дальше, возможно, вы, конечно, уже сделали эту задачку, но мы смотрим на маму. Посмотрите, на маму, на девочку. У девочки две рецессивные аллели. Одна аллель от мамы, другая аллель от папы. То есть какой мы делаем вывод? Вот эти вот черточки, это все было в уме. Мы вывод делаем, что у папы есть одна доминантная рецессивная аллель. У папы есть одна рецессивная аллель. Откуда мы узнали? О генотипу девочки. Теперь смотрим на маму. У мамы будет только один тип гомет, а маленькая. Значит, у обоих сыновей обязательно будет эта аллель, а маленькая. И вместо радикалов мы записываем а маленькая. Дальше. Аллель а большая. Откуда получили большую аллель мальчики? Доминантную аллель они получили от кого? От папы. Потому что у мамы доминантной аллели нет. И остается дописать только гометы. А большое, а маленькая. И вот наши детки. То есть что нужно было сделать в задаче? В задаче нужно было определить генотипы родителей, генотипы детей. Спрашивают, какой признак доминирует. Ребят, теперь в ответе. Как все это записывать? Обязательно в ответе нужно давать ответ на все вопросы, поставленные в задаче. В данном случае с нас спрашивают, какой признак доминирует. Нужно записать. Доминирует. Карий цвет глаз. А большое. Второй вопрос. Какой цвет глаз у папы? Кстати, мы его не написали, он карий. Обязательно фенотипы нужно писать. Значит, второй ответ. У папы. Карий цвет глаз. Ребятки, то есть обязательно. Далее напишите генотипы всех перечисленных лиц. То есть мы переписываем. Генотипы. Кого? Папы. А большое, а маленькая. Запятая. Мамы. А маленькая, а маленькая. Запятая. Там Пети. А большое, а маленькая. Саши, а большое, а маленькая. Маши, а маленькая, а маленькая. Ребят, обязательно вот это должно быть записано. А теперь скажите, пожалуйста, эта задача на полное доминирование или на неполное доминирование? Правильно, Рафа. Это полное доминирование. Почему? Потому что никакого промежуточного признака здесь нет. Это просто был пример анализирующего скрещивания. Так вот. Так вот.